Нитянанда. Меня зовут Шриня Тесокодан. Дамагарадж. Я нахожусь в Индии, как обычно. Я Саньясин Нитянанда сам продавец. Значит, что я решил связать свою жизнь с индуизмом, с достижением просветления и с моим любимым гуру, Парам Санья Тянанда. А в сегодняшнем видео, в этом видео, я хочу поговорить, скажем так, я, записывая видео на русском языке, не знал, чем бы поделиться и чем бы помочь русскоговорящему человеку. Многие концепты, которые говорит Суамиджи, они могут показаться очень высокими и высокомерными. Поэтому, к тому же, переводя это с английского, мне иногда функционал идет на английском языке, попереводить было немножко неудобно. В общем, поэтому как-то мне нужно было подстраиваться под язык и под аудиторию, что я до этого не делал. В этом видео я хочу начать разговаривать о каких-то вещах, которым тебе будет релейтабл, как это бы сказать, ну, резонировало и могло быть полезным в повседневной жизни. Вот. И сегодня я думаю, поговорю о проблеме скуки, алкоголя и наркотиков. Все эти три у меня было достаточно в жизни. Начиная, конечно, со скуки, потом прогрессируя в этом направлении, наркотики и алкоголь. Вообще, вот как раз в этом ключе отметить, зачем третий глаз открывать. Но многие считают, что это вредно или опасно, там, или еще что-то. Это полный бред. Если такие люди у вас есть, бегите от них. Они не хотят вам хорошего, ничего. Потому что открытие третьего глаза как раз оно декальсифицирует, то есть размягчает, убирает кальций, который твердеет финальная железа третьего глаза, которая отвечает за гормон счастья. Он твердеет из-за, как правило, фторидов. Фториды, это доказано наукой, это токсины, которые влияют негативно на нервную систему, что вызывает кальцийфицирование, кальцийфикацию вот этого третьего глаза или пенальной железы. Кальцийфицируется обычно через воду или зубную пасту, которой мы пользуемся. Поэтому обязательно фильтровать воду нужно и поменять свою пасту с колгейтов на что-то более традиционное, где написано no fluoridated, без фторидов. Также куркуму можно мешать с водой, как такую пасту делать, и наносить на лоб. Он высасывает токсины. Такая желтая смесь получается, высасывает токсины. Вот. И третий глаз, когда открываешь, он как раз доводит энергию, потенциальную энергию кундалини из нашей, из муладхары, чакры, первой чакры снизу, из энергетического центра, открывает его, эту энергию, и поднимает вверх до третьего глаза, что позволяет этой железе функционировать правильно, оснащая тебя всем необходимым удовлетворением и счастьем. Как результат уже проявляются силы, такие как сознание над материей, вот недавно Свамиджи инициировал, или сканирование пространства, допустим, любого дома, помещения, планеты. И когда идет такой скан, энергия космоса, космическая энергия, которая является Свамиджи только в форме своей, бесформенной, то есть он есть в теле, который вы видите на экране, а есть как Махаса, Шила, как сознание космическое. Вот эта энергия, жизненная энергия идет через третий глаз на то пространство, которое ты сканируешь. И любые проблемы, которые есть в этом пространстве, незавершенности, они завершаются. И пространство очень сильно меняется и становится более благоприятным для жизни. Поэтому, если есть возможность открыть третий глаз, обязательно это нужно делать. И самый лучший вариант это у просветленного мастера. Есть очень много опасных видов занятий, типа рейки, или другие какие-то манипуляции энергетические, которые работают не на достаточно глубоком уровне. Вот этого я бы избегал. Но мастера, который просветленный, особенно выровненный, его учения которого выровнены с оригинальными писаниями ведическими. Потом идет Аста Промана, опыт других просветленных древних учителей. Потом Атма Промана, Атма это душа, о переживании Гуру и Сакши Промана это твоя реальность этого переживания и опыта, который он тебе дает. Вот эти все проверки должны присутствовать, чтобы учение считалось аутентичным и безопасным к использованию. Поэтому открытие третьего глаза я бы доверял только просветленному мастеру, который всегда делает ссылки и выравнивает свое учение с оригинальными скриптурами, писаниями, ведами и агамами. Как теперь, как можно открыть этот третий глаз? Очень много программ свамиджи проводят, которые позволяют открыть третий глаз. Например, вот на следующей неделе в эти выходные будет программа, где свамиджи будут делать определенный ритуал с огнем, который будет пробуждать свою кундалини в направлении манифестации денег и финансов. Это бесплатная программа, я ссылочку, как она будет, оставлю. Либо можешь написать мне на Facebook, и там мы разберемся. Вот. Такая будет программа. Также могу скинуть разные крии и практики, которые свамиджи дает от зависимости или на открытие третьего глаза, на любые какие-то... Вот свою необходимость есть каждая крия. Но сразу скажу, в последнее время мы отошли от практик медитации, потому что шакти-пада, то есть взаимодействие, энергетическое сбуру, в тысячи и сотни раз сильнее, чем любая практика. Хотя, с другой стороны, практика это тоже, я знаю, возможность соединиться с свамиджи, чтобы он над тобой работал, и результаты тоже очень хорошие и внушительные. Я приводил... А, нет, по-русски не приводил, у меня есть друг хороший, музыкант. Он сходил в Россию на программу, в Москве у нас есть центр. И после этого начал делать практику медитации. И его жизнь взлетела на новый уровень, вышла на... Действительно, я очень за него рад. То есть, в принципе, все, что он хотел, в его жизни начало сбываться. Он живет в отдельной квартире в Москве, выступает на сцене, работает с серьезными людьми в плане музыки и достижение своей мечты, которую он всегда хотел. Вот, поэтому недооценивать крии тоже не следует. Это свой шанс, возможность соединиться с мастером, чтобы он над тобой работал. Но, опять-таки, пробуждение третьего глаза обязательно. В наше время реально обязательно. Поэтому здесь нечего бояться. Открывать его нужно, если хочешь иметь прорыв в сознании, в своей жизни. Прорыв уже реальный. Это тебе решать, хочешь ты быть частью этого или нет. На этом я закончу это видео. Ставь лайк, подписывайся на мой канал. И какие-либо вопросы, пожелания есть, не стесняйся. Пиши здесь, либо на Фейсбуке, либо ВКонтакте. ВКонтакте не так часто сижу, к тому же там имя мое нельзя поменять. На данный момент в паспорте у меня еще старое мое имя, которое я, естественно, не пользуюсь. Но где бы тебе, где удобнее, то дай пиши. Я обязательно отвечу, помогу тебе, и мы разберемся, как дальше улучшить твою жизнь. Спасибо. Не тянута.